Я хочу сказать, что, несмотря на то, что я не считаю нашу страну несостоявшейся, как некоторые пытаются нам это доказать, я считаю, что наше государство состоялось. Состоялось, потому что оно имеет историю, то есть серьезный фундамент, на который может опереться. Его, правда, расшатывают в разные стороны, но он присутствует. Состоялось, потому что сформированы все атрибуты государства. Гимн, флаг, руководство, правительство, парламент, президент. Создана система выборов с некоторыми вопросами, как во многих других странах демократических, но система демократических выборов руководства страны. Созданы какие-то традиции в различных ведомствах, преемственность определенная существует. Правда, не везде, потому что мы до сих пор не научились осознать тот факт, что для того, чтобы создать какой-то хаос, нужно постоянно реформировать государственные органы. У меня такое ощущение, что нам специально кто-то подсказывает это дело. Каждое новое правительство создает новую структуру, создаются новые министерства, ликвидируются старые. Чиновники, которые должны работать в поте лица во благо народа, значит, они не понимают, что будет с ними завтра. Это не очень хорошо. Но мы построили определенное государство, но это государство с давними традициями, с хорошей историей, оно все-таки достаточно молодое. И я бы предпочел дать такую оценку. Государство состоялось, но пока что мы тренировались. Пришло время, тот опыт, который получен в процессе тренировок, строительства и развития государства, теперь реализовать для его очень быстрого развития. Считаю, что главная проблема этого нашего состоявшегося государства все заключается в том, что тем, кто управлял государством последние 25 лет, не хватало и не хватает знаний. Не хватало знаний о чем? Первое, не было опыта перехода от социализма к капитализму. В мире был обратный опыт перехода от капитализма к социализму. Такого опыта не было. Бывшая партийная элита, которая соответствующим образом воспитывалась, которая имела определенные знания, она имела школу, безусловно, но знаний о том, как строить рыночную экономику, знания о том, как строить финансовую систему, знания о том, как формировать налоговую систему государства, чтобы она стимулировала и в то же время собирала достаточно средств для социальных нужд, не было. Но зато появилось очень много советчиков разных. Помните, да? Ну да. Значит, сразу же нам стали советовать, как ввести конвертируемую валюту. Вы помните, что на фоне инфляционных ожиданий, когда купон стоил 200-300% годовых, ввели лей. Никто не знал, что этот лей будет стабилен, по крайней мере, 4 года или 5. И вы помните, что в стабильном лее мы брали кредиты по 200-300% годовых. При этом предприятия были государственные, возглавляемые красными директорами, которым обязательно надо было подвести зарплату. Это нормально. Не было опыта строительства рыночной экономики таким образом, чтобы все были на равных условиях. Оказалось так, что новые кооперативы, которые создали и мы, в частности, могли все, но у них ничего не было. А государственные предприятия, возглавляемые директорами, мало что могли и многое запрещали. Но при этом у них было все. Им разрешали продавать кооперативам. Излишки. Дальше. Мы не очень понимали, зачем мы вводим стабильный лей. Значит, как только мы ввели стабильный лей, он стал свободно конвертируемым. Он и сейчас свободно конвертируемый. Субтитры создавал DimaTorzok